Друзья, здравствуйте! Решила снять видео по омоложению фаленопсиса, потому что у меня их в теплице немного, но все равно они у меня есть, они цветут постоянно, и каждые два года мне приходится их омолаживать, потому что слишком быстрый рост. По этому фаленопсису уже корни воздушных очень много стало, нижние корни получаются нерабочие, потому что листья растут маленькие. Ну, теперь начнем. Самое интересное. Вытаскиваю ее. И вот эту вот всю часть я буду обрезать. Буду обрезать, оставляя здесь раз, два, три, четыре. Буду по сухую часть обрезать. Ножницы у меня обработаны, и я свободно разрезаю. Не остается. Даже корешок остался. Сухая. Она еще не сухая, вернее, я сейчас ее обработаю. Обрабатывать буду доканилом, фунгицидом. Просто замазываю и оставляю на сутки. Сутки растения будут сохнуть. Прошел один день. Буду дальше снимать видео. Срез подсох, он сухой. В этом контейнере у меня разведен келпак. Это вот такой препарат. Целью взяла бутырь. Я его развожу в 5 мл на литр воды. И я буду растения замачивать на часа два. Все корешочки. Можно даже с листиками. Потому что препарат действует и на листву, и на корни. И вот в таком состоянии он у меня простоит 2 часа. Прошло у нас 2 часа. Вытаскиваем растения. Корешочки все намокли хорошо. Растения мокрые. Берем горшок. Берем субстрат. Субстрат только архиату используем. Никакую другую кору. Потому что она реально самая лучшая. В ней хорошо растут растения. Никакого магазинного субстрата. Непонятно какого. Сажаем. И сажаем так, что мы прикапываем шею. Не так, как все боятся, ой, там прикопать шею, все, там оно загниет. Нет. Корни у вас пойдут новые только от шеи. Да, вот эти старые будут дальше ветвиться, все. Но, когда вы укапываете растения, у вас появляется больше площади на то, что корни пойдут вниз. Не так вбок, как они у нас росли, потому что он сидит очень высоко. И вот я укапываю. И засыпаю архиатой. Никакого дренажа. Дренаж нужен только для растений, которые имеют грунт, землю. Тогда он имеет смысл. А у коры не имеет плотности для того, чтобы еще, она легко, хорошо уходит лишняя влага, чтобы использовать какой-либо дренаж. Не вижу смысла сажать фаленопсис больше, чем у горшок 12 см, потому что все равно по итогу начнет загнивать корневая, уже опробованный опыт. Лучше его умолаживать каждые два года. И будет у нас хорошее, здоровое, цветущее растение. Все, растение посажено. Архиату я использовала 9-12 фракции. Ну что у нас ушло? Получилась у нас вот такая вот посадка. И мы из фаленопсиса бабушки сделали молодое растение. Дальше поливать его только через 3 дня, потому что он и так внутри мокрый. Поливать только на пролив, никаких замачиваний. И желательно это делать на пролив, по краю горшка, не надо слишком лить в средину. И лучше содержать, полили, слили. Кашпо. Почему? Потому что растение тогда сильно, быстро не пересыхает, особенно кто стоит на огне. И нельзя, чтобы нагревалась корневая система. Иначе будет гнить растение. Вот мы его посадили. Через год это уже будет пачка листьев. Естественно, он будет свести на 2-3 цветоноса. Покажу растение, которое уже, по-моему, я в прошлом году его омолаживала. Два цветоноса. Листья. И растение будет свести и радовать. Полинопсис нужно омолаживать и обязательно. Надеюсь, кому-то это видео было полезно. Пока-пока. До новых встреч. М Drew.